Вот однажды я возвращался от него, когда он быстро спустился следом за мной. Он догнал меня и сказал, чтобы я поднялся, опять к нему в квартиру. Потому что что-то там забыл. Я уж не помню, что именно. Тетрадку или книжку. В общем, что я у него брал. С той поры я перестал надевать пояс. И вот почему. А что там случилось? У меня на рубашку хлынула черная горячая кровь. Я скричал от боли и зажимурился. И с криком начал падать. Потому что тело стало вдруг как будто не моим. Такое все невесомое. Красивая сильная рука крепко сжала мне плечо, не давая расслабиться. Страшные белые клыки распороли мою плоть, порвали артерию. И окончательно сник. Все силы разом куда-то делись. Глаза заволокла смертельная поволока белого цвета. Все расплылось. Потом цвета стали яркими. Звуки растянутыми, уродливыми. Изображение смазывалось перед глазами. Черную кровь сладковатого вкуса. А фигура Александрова Целовала мне шею, придерживала голову и пила кровь. Черную кровь сладковатого вкуса. В тот момент мне показалось, что я сам делился от тела. И начал заново переживать всю свою жизнь. Я вновь пережил появление на свет. Первые шаги. Падение на пол. Услышал плач ребенка. Затем все краски превратились в лучи разноцветного света. Я уже не чувствовал боли. Она попросту исчезла. Оставив слабости, парализовав все тело. Я видел себя странные. Мое второе я взрослого. Удивительно правильные черты лица. Красавцем, который стоял в профиль. Ветер развивал его пола одежды. А сам комец спокойно глядел. Всматриваясь в лес за горизонтом. Я улыбался, чувствуя на губах пузырячуюся кровь. Вкусную, теплую. Язык все больше распухал. Сердце начинало биться медленней. Пальцы свело. Пальцы свело. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон»